И поэтому в этом тексте мы читаем, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Когда мы думаем вот об этом слове «соблюдаем», это слово буквально, как оно, значение его в греческом «охранять». Охранять как что-то дорогое и ценное. И вот когда мы думаем, заповеди Христа нужно охранять, нужно беречь, нужно ценить и как что-то драгоценное. И то, что Иоанн использует здесь слово «заповеди», опять же, в греческом есть два слова. Есть слово «номос», и «номос» всегда указывает на закон Ветхого Завета. Ну а Иоанн использует здесь другое слово, это слово «энтолэ». Энтолэ – это заповеди Христа, которые Христос оставил в своем учении. И когда мы читаем в Новом Завете о заповедях, это не указание на ветхозаветние заповеди. Помните, когда Христос дает великое поручение, Он говорит, «Итак, идите, научите все народы, учая их соблюдать заповеди Моисея». Так Он сказал? Он говорит, «учая их соблюдать все, что Я заповедовал вам». То есть Он указывает на заповеди, которые Христос оставил. И вот в этом слове сказано, мы должны соблюдать, то есть мы должны особо ценить и защищать заповеди Христовые. Я задаю вопрос, а мы знаем заповеди Христа? Мы знаем, что такое заповеди Христа? Если вы помните, несколько лет назад мы проходили на наших разборах заповеди Христа. И мы выбрали тогда 63 заповеди Христа. Это то, когда Христос давал повеление. Он говорил, делайте это, не делайте это, будьте такими. Это заповеди Христовые. Они оставлены в Новом Завете. И Иоанн говорит, вы должны их соблюдать, вы должны их ценить, вы должны понимать, это драгоценность. Вы должны защищать и хранить их, и в жизни своей исполнять. И вот когда мы делаем это, Писание говорит, то, что мы познали Его, узнаем, если соблюдаем Его заповеди. Есть христиане, которые этого не делают. Они не хотят быть послушными. Они хотят оставаться христианами, но не хотят проявлять послушание. И это опасное состояние, потому что мы читаем в Ефесиан 2.2, такие люди названы сыны противления. Это те, кто противятся. Но христиане по-другому должны называться. Апостол Петр в Первом Послании пишет, как послушные дети. Послушные дети, которые слышат наставления родителей и готовы исполнять. Они готовы быть такими послушными. И вот к этому побуждает нас Иоанн. Он говорит, вы должны быть послушными. Вы должны исполнять заповеди Христа. И он говорит, что мы познали Его, узнаем именно из этого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!